Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев из проекта mobilemho.ru, а это Тест ТВ о гаджетах и технологиях на канале Теледом каждую среду в 20.30. Неизменное время, неизменное место и неизменный я в данном случае. Сегодня у нас классная программа, а мы поговорим об электротранспорте. После того, как мы показали электровелосипеды, пришел просто шквал писем и желание людей узнать об этом подробнее. Мы подумали, почему только велосипеды? Есть много других способов перемещаться на двух колесах, на батарейках. И сегодня поговорим о них. Но прежде чем мы перейдем к нашему гостю, к обсуждению электротранспорта, отвечу на три вопроса, потому что вопрос это надо как-то освещать. Начнем с вопроса от Романа, который прислал его в момент прошлого эфира. Но поскольку время у нас поджимало, я перенес его на сейчас. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Вы не слышали о таком бренде, как World. Они начали собирать предзаказы на чудо-очки. У меня знакомый собирается бросить хорошую работу ради того, чтобы заниматься разработкой приложений для этих штуки. И подбивает меня. Посмотрев на видео, мне показалось, что технологии еще не готовы. Это просто какая-то сказка. Что вы об этом думаете? Ну вот, давайте посмотрим, что это такое. Мне кажется, что это в чистом виде рендер. То есть вот у нас товарищ просыпается, такой вид от первого лица. Дальше он берет очки. Мне кажется, что эти очки очень похожи на хололинс микрософтовский. То есть это по факту дополненная реальность. Вот у него прямо на стенке появляется погода, новости и так далее. Мне кажется, что люди, которые разрабатывали вот это видео, они руководствовались, скажем так, с соображениями, как бы было классно, если бы было. А скорее не какой-то реальностью. Потому что мы на самом деле видим фактически прототип Майкрософта, только представленный вот в какой-то собственной разработке. Все люди в очках. Дети в очках, родители в очках, приходит мастер на дом тоже в очках. Все, соответственно, занимаются тем, что живут в фактически в виртуальной реальности. Расставляет полки на стенках. Жена, видимо, выбирает, какие полки и где нужно разместить. Достаточно... Идея понятна. То есть в этом ролике что хотели показать разработчики? Они хотели рассказать, как это будет. Что можно будет вот так взять и получить счет тут же, висящий в воздухе, тут же расписаться, оплатить доставку и, соответственно, увидеть какое-то вот чудо. Ну, блин, я не знаю. Что касается того, чтобы заниматься разработкой приложений под эту вещь, однозначно да. Потому что тот, кто сейчас начнет заниматься виртуальной дополненной реальностью, тот, конечно, сядет на коня и там лет через пять это будет реально востребовано. Другое дело, конкретно про этот концепт. Я не верю в то, что у этих ребят хватит сил и возможности сделать это лучше, чем у Microsoft, с их просто миллиардными бюджетами в разработку HoloLens. При том, что сейчас до сих пор они еще признают сами, что эта разработка сырая. И еще только, дай бог, мы в следующем году что-то там такое увидим. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Мне кажется, что это все-таки я солидарен с вашим мнением, что пока это сказка. Иван Лаврентьев из города Минск, из славной республики Беларусь, задает нам такой вопрос. Хочу выбрать MacBook Air 13 дюймов или MacBook Pro Retina 13 дюймов. Какого года версию выбрать, 13-го, 14-го или 15-го? Самое тяжелое, что буду запускать, Photoshop Adobe Dreamweaver. Иван, я пользуюсь MacBook Air 11 дюймовым. На самом деле, вообще древненький достаточно. Это 11-го года модель. И могу вам сказать, что абсолютно в этом случае не важно, какого года ваш MacBook. Поясню. Значит, дело в том, что в Air и в последних MacBook Pro с дисплеем Retina стоит твердотельный винчестер, который обеспечивает настолько сумасшедшую скорость доступа к диску, что все открывается и летает настолько классно, что в этом нет никакой проблемы. Вот эта штука у меня уже 4 года. Один и тот же компьютер. У него, может быть, немножко батарейка подсела. Но в целом он меня до сих пор устраивает. У меня уже стоит операционка El Capitan, которая выйдет только в октябре месяце. Сейчас это шестая бета. И работает она обалденно. То есть ничего не тормозит, все работает. Выбирайте по факту, что 13 дюймов, понятно, вы хотите побольше дисплейчик. Retina, конечно, будет интереснее, но она чуть толще. Air все-таки тоненький, но там разрешение другое. И вот такие рамки по бокам экрана тоже не всем нравятся. На Retina, конечно, все это более облагорожено. Поэтому смотрите сами. Тоже надеюсь, что ответил. Второй интернациональный вопрос. Талгат Турсенбеков из города Астана, Казахстан. Здравствуйте, Андрей. Являюсь постоянным зрителем канала. Могли бы вы рассказать свое мнение о наушниках Xiaomi Piston, либо Blue Deo T2 или HT. Ну и, соответственно, и те другие китайцы. В сети нет нормальных обзоров от крупных блогеров, хотя эти продукты давно на рынке. Ну, значит, друзья мои. Талгат, отвечаю. Во-первых, я сам пользуюсь Xiaomi Piston. Вот они, я их принес в студию. Действительно классная штука. Я могу даже очень кратко рассказать, как они появились. Я просто их попробовал у человека в гостях. Одел и послушал. Вот они, кстати, так очень смешно вытаскиваются. Вся эта резинка разбирается, и можно их вытащить. Потом они точно так же сюда наматываются, и остаются жить. Значит, я попробовал просто, как это звучит, и понял, что такого звука, ну, я могу сравнивать, на тот момент у меня были Bowers & Wilkins C5. Так вот, Bowers & Wilkins стоимостью почти 200 долларов звучит примерно так же, как вот эта штука, если не лучше. Плюс ко всему, здесь классный плетеный проводок, тряпичный. Сейчас тоже попробую его отмотать, показать. Вот такая вот штуковина. При их стоимости это, конечно, просто фантастика. Причем я сразу же пошел купил, и купил я сразу два, точнее три, на всякий случай. Одни у меня лежат запасные, одни я отдал жене, и одни использую сам. Так что, в принципе, хорошая вещь. Теперь по поводу Blue Deo, там как там, Blue Dio, значит, смотрите. Я посмотрел в интернете, это такие большие накладки, здоровые наушники, которые полностью закрывают уши. Я такими не пользуюсь, ну, вот в силу того, что люблю все маленькое. Последнее мое приобретение, вот такие вот затычки блютузные, называется Ovevo SH03 моделька. Они из NFC, то есть они подключаются прямо без необходимости там вводить какой-то пароль, поднесли к телефону, они сразу же воткнулись. У них стоит шумоподавитель, здесь есть профиль Aptex, который улучшает качество звука, Bluetooth 4.1 и много других интересных штук. Я купил их на Алиэкспрессе, ну, в принципе, их можно купить где угодно, неважно. Главное, что стоит эта штука 20 долларов. И за 20 долларов мы получаем обалденный звук и абсолютно классную универсальность с точки зрения вот какого-то экспириенса. Звучат они тоже хорошо. Все, друзья мои, значит, давайте на этом закруглимся с вопросами. Теперь переходим к непосредственно теме сегодняшней программы. Тра-та-та-там. У меня тра-та-та-там. Сергей Куршов в гостях. Активист форума электротранспорт.ру. А вокруг нас вы видите просто россыпь различных электрических самодвижущихся устройств, о которых я хотел бы сегодня с Сережей поговорить. Значит, Сергей, вот скажи мне, пожалуйста, мы как раз недавно, я начал с того, что говорили об электровелосипедах. Буквально там, не знаю, пару недель назад. Но для того, чтобы ехать на велосипеде, нужно балансировать самому, так? То есть ты как бы едешь. А вот эти все штуки, ну, за исключением самоката, они же еще с мозгами. То есть нужно сделать так, чтобы они не упали. Вот, например, вот это колесо. Как это все едет? Ну, в общем, да, работают они несколько по иному принципу. Хотя, в принципе, вот даже моноколесо и гироплатформа или мини-сегвей, да, можем назвать его так, все-таки немножко принцип отличается. Тут одно колесо, здесь два колеса. Но в самобалансирующихся устройствах основной принцип, который положен в их основу, это удержание ездока, человека, который стоит на платформе или на подножках в вертикальном положении. За счет? За счет электродвигателя. Который подруливает? Соответственно, электродвигатель подруливает, а с электродвигателем управляет специальная система, то есть система датчиков, которые определяют положение, собственно, устройства в пространстве и, совершенно верно, да, не дают человеку упасть. При попытке наклониться вперед, соответственно, возникает управляющий, появляется управляющий сигнал, генерируемый контроллером, который заставляет устройство двигаться вперед. Ну, сейчас это вспоминается как чудо до сих пор, да? Вот я, например, четыре года назад могу сказать, что вот я пробовал сигвей, да? То есть у всех на слуху был сигвей, это был такой вот, может быть, опять же, поправь меня какой-то такой родоначальник эпохи электрической вот этих штук. Да, с этого, наверное, уже и началось. Значит, это был действительно прорыв, или это был какой-то просто удачно распиаренный продукт среди череды каких-то еще? Почему сейчас не слышно ничего про сигвей? То есть либо просто он как бы в закат какой-то ушел. Вот у нас есть видео, где как раз я в 2011, дай бог, году, вот на такой внедорожной версии катаюсь на вот таком монстрике. Могу сказать, что тогда это было вообще фантастические ощущения, а потом как-то он превратился в такую вот обыденность. Я их вижу в прокате, там их дают покататься везде. Да, так и есть. Ну, вообще, компания сигвей, она образовалась в 99-м году, и вот уже в 2002 году, собственно говоря, в свет вышел уже... В 2002-м. В 2002-м, собственно, появился вот первый девайс. Театурм из нас. Я навел справки, честно скажу, посмотрел, действительно, в 2002-м году. И я, наверное, примерно в это же время и узнал об этом устройстве, шарился по интернету, да, и увидел. И заболел этой темой. Мне просто, во-первых, понравилась эта идея, как это чудо, действительно, ты стоишь, никуда не падаешь, еще едешь. Так очень технологично, очень футуристично. Но, как и тогда, и ныне, цена этого устройства, сигвея, да, она, в общем-то, достаточно космическая. 8-10 тысяч долларов, это достаточно большие деньги. Причем, я так понимаю, что и в 2011-м это было дорого еще. Это было тоже дорого. И даже сейчас сигвея стоит дорого, да? Да, ну, может быть, тогда он стоил, допустим, 6 тысяч, потому что все-таки уже несколько поколений сменилось этих устройств. Сначала у них была версия, там, скажем, с обычными колесами, потом появилась версия с внедорожными колесами. Они улучшали батарею, они тоже улучшали контроль. Ну, понятно, что это все равно стоимость автомобиля, да, поддерживаемого. Действительно, это было очень дорого. Видимо, потому что продукт был новый, и аналогов не было. А вот к твоему вопросу возвращаясь, то есть, почему сейчас о нем ничего не слышно? Потому что, действительно, китайская промышленность, в общем-то... Забили их. Забили их капитально, выпустив совершенно, можно сказать, потрясающий... Росыпь других гаджетов. Росыпь потрясающий совершенно модельный ряд, и превосходя их по характеристикам, и в дизайне, и в пробеге скорости. И вот об этом, друзья, мы поговорим после рекламной паузы, как раз закрутив интригу. Сейчас на пару минут реклама, а потом мы покажем нашу россыпь. Друзья, возвращаемся в студию. Перед рекламой мы анонсировали россыпь гаджетов, которые у нас тут сегодня представлены. Давай так, расскажи, какие у нас отдельные элементы, и с чего мы начнем. Вот, например, с этого огромного колеса, что это такое? Люди, наверное, думают, что это самокат. Поверни, пожалуйста, что это очень такая узкая штуковина. То есть я имею в виду вот-вот-вот-вот-вот. То есть это вот-вот это все, и это и есть, да? Значит, как это работает? Можешь показать? Собственно говоря, называется это моноколесо. Это совершенно законченный, в общем-то, девайс, самостоятельный, самодостаточный, да? Ну, который позволяет перемещаться в пространстве как одному человеку. Ну, главное вставать-то. Значит, каким образом происходит использование подобных устройств? Все они отличаются внешним видом, но имеют определенные, так сказать, сходства. Это корпус, собственно говоря, в котором смонтирован мотор, мотор-колесо, и раскрывающиеся педали. Ну, и различные варианты ручки для переноски этого устройства. Это только носить? Да, это для того, чтобы переносить, то есть, собственно говоря, вот в таком виде он транспортируется. Весит? Весит эти устройства, скажем, от 10 до 15 килограмм. Действительно, их рост цепь на рынке. Данный экземпляр весит 14,2. Это вот хорошая модель, можно сказать. Хорошая, плохая, средняя, как? Это хорошая модель, как сейчас принято говорить, флагман. Компания Ninebot выпускает этот девайс, тоже китайцы, которые, к слову сказать, совершенно... Давай говорите, а ты показывай. Которые, к слову сказать, совершенно недавно приобрели компанию Seaglay. То есть теперь этой компании принадлежит Seaglay. Да, и теперь эта компания, в общем-то, будет выходить на общемировой рынок. Каким образом нужно кататься? Ну, во-первых, необходимо обучение, немножко поучиться, да? Хотя на самом деле человеку требуется времени от 5 минут до 2, допустим, 3 часов. То есть ты поворотом веса, как бы, соответственно... Наклоняясь вперед, то есть то же самое, как происходит при, извиняюсь, при езде на Seaglay. Наклоняясь вперед, мы переносим центр тяжести и даем команду... По улице? Контроллеру, да, даем команду колесу переместить нас вперед, чтобы не произошло падение. По улице нормально едет он, да? Абсолютно спокойно можно ездить по асфальту, по песчаным дорожкам, по земляным дорожкам. А запас хода? Запас хода вот у этой модельки порядка 20 километров для взрослого человека. Очень сильно зависит от веса и очень сильно зависит от манеры езды и рельефа. Если мы едем в горку, запас будет меньше. Ну, а, соответственно, если мы едем по ровной дороге, то, естественно, запас хода будет побольше. Паркуйте, пожалуйста, у меня же голова напряжилась. Так, скажи, то есть в метро же можно взять такую штуку, да, идешь? В том-то и удобство подобных... Чемодан такой, кейс. В том-то и удобство подобных... Дай попробовать. В том-то и удобство подобных... Ой-ой-ой-ой. Подобных средств передвижения, да, это то, что они очень компактны и мобильны. А скорость-то какая? Скорость в данном экземпляре 20-22 километра в час. Ну, это вообще... Он развивает. Это, наверное, просто быстрее, чем на роликах. Ну, надо сказать, что скорость это небезопасная. То есть при возникновении какой-то нештатной ситуации, в принципе, человек сбегает вперед. Но на такой скорости можно и споткнуться, конечно. Ну, сбегать на скорости 20 километров в час? Ну, 15 километров в час вполне себе непрохая скорость. Прости, пожалуйста, вот это. Что такое? Вот, покажи. Значит, скажи. Это мини-сегвей. Еще называют его гироциклом, гироскутером. По большому счету, действительно, он похож на сегвей. Почему? Потому что, в отличие от моноколеса, здесь уже используются два мотора. Они независимы, управляются двумя контроллерами. На нем легче, чем здесь? Гораздо легче. По сути процесса вучения это 3-5 минут. У нас нет 3-5 минут, но давай попробуем меня научить. Можно? Да. Что, что, как? Пользоваться очень просто. Как и на моноколесе, одна кнопка включения. Вот это. Да. Ты ее нажимаешь, он переходит в режим ожидания. И теперь достаточно просто встать одной ногой на одну из платформ. Проассестируйте, пожалуйста. Так. После этого устройство включается. И теперь... Ой-ой-ой. И теперь позволяет... Расслабься. Я помню. Надо выдохнуть. Надо выдохнуть. И теперь... Спокойно. И я потихонечку отклоняюсь вперед. Я просто вспоминаю свои ощущения, которые в свое время прошел по Сигвею. Примерно такая же история. У-у-у, я поехал. Так. А эта штука тоже быстро едет? Значит, эта штука развивает скорость до 10-12 км в час. В принципе, это разумно ограничивать скорость на таком уровне по соображениям безопасности. Ну, ты знаешь, я, кажется, уже освоил. Потому что соскочить с такой штуки несколько сложнее. А куда? Вперед или назад? Сходят при остановке назад. Так. Вообще с Сигвея, и с этого Сигвея, и с большого Сигвея всегда одну ногу назад снимаешь. Слушай, я на месте могу разворачиваться, да? Да, это преимущество двухколесных самобалансирующихся транспортных средств. Поскольку моторы работают независимо. Ты левой ногой и правой ногой, ты управляешь, соответственно, левым и правым мотором. Скажи мне, сколько такое чудо стоит? Сейчас, в принципе, можно приобрести его от 25, наверное, до 35 тысяч рублей. То есть это по цене смартфона? По большому счету, да. Такое счастье. Ты получаешь персональное транспортное средство, которое весит порядка 10 килограмм. Имеет запас хода порядка 20 километров на одной зарядке. Ну и, в общем-то, да, порядка 12 километров в час разгоняется. Ой! Ездить на такой штуке лучше всего по хорошей поверхности, по ровной, по гладкой. Ну, колесики маленькие. Колесики маленькие. Существует еще макси-версия. То есть все то же самое, только колеса не 6 дюймов, а 10 дюймов. И они пневматические. Здесь твердотелы, то есть твердая резина. На таком устройстве гораздо комфортнее. Но оно больше говорит не имеет. Забыл тебя спросить про вот это моноколесо. Тут цена примерно, чтобы понимать. Вот сейчас, в принципе, средняя цена порядка 50 тысяч рублей. То есть это, получается, там раза в два дороже, чем это? Да. Это все-таки более технологичная история? Ну, более технологичная, более качественная. То есть если говорить о, так сказать, об ассортименте, да, то есть то, что сейчас действительно делают производители, то, скажем, хороших моноколесок, действительно, мощных, безопасных, их не так много, и они дорогие. А что касается вот гироплатформы, то с этим гораздо проще. И никто не выбивается вперед. Их достаточно много производителей делают. А вот как покупать? Прямо в Китае это каком-нибудь там сайте заказывающий вперед? По большому счету уже у нас в России достаточно много. А, даже здесь, представители? Да, да, как правило, все те компании, которые торгуют теми же электровелосипедами, да, то есть у них есть такой асортимент. Да, 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 уже приняли на вооружение. Хорошо, вот у нас там сзади стоит электрический карт, да? Да, да, это очень интересная штука. Я буквально там две недели назад приобрел сыну, вот, чтобы он, так сказать, тоже приобщался. Приобщался, да, приобретал навыки, поскольку руль, педали, действительно, интересно. Ну, честно скажу, я сам захотел очень попробовать, прокатиться. А какой вес надо держать? 63 килограмма, по заявлению производителя, но могу сказать... Прости, но, по-моему, у тебя чуть больше, чем 63. Да, немножко больше, но могу сказать по своему опыту, поскольку я попробовал, вполне успешно, в общем-то, больше 100 килограмм она выдерживает. Круто. И, более того, разгоняется, действительно, там, порядка 20 километров в час. Круто. У нас есть небольшой пилот здесь, Артем. Пожалуйста, выходи. Настал твой звездный час. Привет, Артем. Здрасте. Так, ты нам покажешь, как эта штука ездит? Конечно. Тогда не забудь про безопасность. Шлем одеваем. И покажи нам, как она ездит. Тоже заряжается в розетке. Сколько времени это требуется? Значит, ну, вот начинка, конечно, принципиально отличается у этих устройств. Надо сказать, что вот в моноколесах, там, в герациклах используются литиевые батареи. Вот в этом устройстве используются свинцовые батареи, что, естественно, там, добавляет веса, да, этому устройству. Плюс еще металлическая, да, стальная рама, вот вся конструкция. Вот. То есть, в общем-то, скорость развивает порядка 20 километров в час, весит около 25 килограмм. Запас хода, ну, тоже порядка 15-20 километров. 15-20 километров? Да, в зависимости от того, насколько интенсивно ехать. Обалдеть. Ехать она тоже может быстрее. Да, она может ехать быстрее. У нее пропорциональный газ, педалька. Чем сильнее ты ее нажимаешь, тем, собственно говоря, быстрее едет. Но штука эта интересна, в общем-то, тем, что она сделана для трюков, для дрифта. Можно видеть справа от, собственно, водителя специальную ручку. Вот ее сейчас будет видно, когда Артем проедет сюда. Водитель, подъедь, пожалуйста, к нам вот сюда. Вот тут можешь притормозить? Вот ручка, которую можно поднимать во время движения. Что она делает? Она приподнимает особым образом задние колесики, которые, как у тележки в супермаркете, вращаются хаотично, свободно. И таким образом, меняя угол этих колес, они фактически позволяют сделать так называемый полицейский разворон. Артем, это очень эффектно, но здесь, к сожалению... Ты делал так? Ну так скажи, а что, на улице или сколько надо места, чтобы так развернуться? Да, вполне немного. Просто мы катались на парковке Ашана, там много места, там асфальт. Там очень круто. У тебя получалось, да, сразу раз как бы? Ну да, просто мне папа один раз предложил, я сделал и покрутился, это было очень здорово. Я понял. Я прослушал, сколько времени она тут катается? Порядка, наверное, двух часов. То есть мы вышли на прогулку и поехали? Да, и в принципе, да, ребенок может два часа кататься. Будь любезен, на парковку поставь, пожалуйста, этот транспорт и продолжим беседу. Вот эта штука, цена просто вопросов неинтересных. Цена, она продается совершенно официально, выпускает компания Разор, она много выпускает различных штук для детей, там тоже электросамокаты. И стоит она у нас 20-25 тысяч рублей. В Москве я видел 35, он подороже. Ну, с другой стороны, Артем, спасибо большое, дорогой, да, давай, удачи тебе. Пока. До свидания. Пока. Слушай, здорово, здорово, здорово. Давай, значит, что у нас, время потихонечку кончается. У меня еще были куча к тебе вопросов. Очень кратко, как бы ты разделил вот эти штуки? Все-таки, вот смотри, самокат, это тоже типа электровелосипеда, да, только ты не сидишь, а стоишь. В этой штуке ты сидишь целиком, но она такой тоже типа электробагги, там что-то такое. А вот эти штуки меня интересуют тем, что вот там же как раз мозги, мозги, которые позволяют им не падать, там, ехать. Это же какое-то чудо, чудо чудесное. Вот есть ли что-то, что мы еще там не зацепили? Вот какие-то... Какие-то моменты. Какие-то моменты. Во-первых, помимо того, что, соответственно, моноколесо, да, и гироплатформа, она позволяет пользователю держаться в горизонте, да, то есть не падать ни вперед, ни назад. Современные устройства, то есть они обладают массой дополнительных функций еще. Допустим, для ребенка можно ограничить скорость на момент обучения. У нас есть видео моноцикла, да, как это называется? Мономотоцикл. Мономотоцикл. А можно попросить его запустить? А вот это что такое вообще? Мономотоцикл, собственно говоря, это особый класс устройств. Ты прямо сидишь на этом колесе? Да, это мотоцикл, то есть с мотоциклетной посадкой, соответственно, размер колеса соответствует, в общем-то, полноценному мотоциклу, но с одним колесом. Принцип точно такой же. Вот в данный момент это прототип, который пока еще не выпущен в серию. И американский изобретатель, собственно говоря, вот изготовил несколько работающих прототипов. И можно найти эти ролики. Да, называется Рино, компания Рино Моторс. Ну вот, может быть, когда-нибудь свет увидит это замечательное устройство. Мир знает такие случаи, когда американский изобретатель заявляет, а китайский изобретатель уже строгает. Ну вот, по сути, здесь так и получилось. То есть уже есть какие-то аналоги? Да, действительно, китайцы уже выпустили аналоги. Более того, мне удалось даже попробовать, я привозил из Китая, вот попробовал такой моно-мотоцикл. Он выглядит так же круто? Он, в принципе, выглядит не так круто, потому что здесь у Рино, у него сделана система тяг, руль поворотный, седло такое, да, посадка высокая. Ну, такой хай-класс. Он хай-класс, да. Китайцы сделали попроще, ты сидишь, ничего лишнего, руль зафиксирован жестко, прикреплен к раме, ноги достают до земли. То есть, в общем-то, ну, мне кажется, даже удобнее чем-то. То есть китайцы молодцы, они берут идею, не просто ее копируют, но, на мой взгляд, как даже вот с моноколесом, да, от компании Ninebot, они взяли оригинал, но они улучшают, они увеличивают пробег, увеличивают скорость, добавляют дополнительные функции, подключение к смартфону, настройки. Да ладно, смартфоны, это что? Да, вот, например, огоньки, которые крутятся по кругу, когда ты едешь, есть там полноцветная RGB-палитра, которую ты выбираешь. А, ты можешь какую-нибудь фразу там писать? Не фразу, ты можешь из спектра эффектов, их там шесть штук, вращающиеся цвета, да, ты можешь выбрать, какие цвета у тебя будут из полной палитры. Я не знаю, насколько это нужно, но, в принципе... А нельзя на смартфон попросить, чтобы она к тебе приехала? Да, может быть, это и звучит смешно, но есть и такое. Да, Segway может приехать. То есть, держа в руках смартфон и виртуальным джойстиком, управляя на экране, ты заставляешь Segway без, собственно, райдера самостоятельно двигаться туда, куда ты ему указываешь. Я понял те фишки, которые тебе нравятся. Не могу не задать вопрос, а что тебе вот в этих штуках не нравится? Чего бы ты хотел улучшить? Честно говоря, не нравится то, что... Это касается вообще любого устройства, но батарейка, то, что батарейка кончается в самый неподходящий момент. И подавляющее большинство таких устройств, к сожалению, не имеет возможности горячей замены батарейки. То есть, не проблема взять с собой батарейку, на самом деле, в рюкзак положить, в сумку. Но поменять быстро ее... Но в парке ты не разберешь его, конечно. Скажем, какое-то устройство можно разобрать, имея с собой отвертку, определенный инструмент, но большинство устройств, например, как гироплатформа, они не позволяют этого сделать. Я понял. Сереж, время наше закончилось, уже 10-й час на дворе, мы так с тобой увлеклись, и я даже не задал тебе некоторых вопросов. Очень быстро. Что ждешь в будущем? Вот такой, чтобы ух? Будет ух? Ну, честно говоря, если так пофантазировать, то, наверное, хотелось бы что-то антигравитационное, как в фильме «Назад в будущее». Помнишь этот скейт, да? Скейт мы в прошлый раз разбирали. И сейчас ведутся разработки уже. Это все-таки фейк. То есть это нас надули, там большие магниты снизу, то есть все не так просто. Но идея понятна. Хорошо, спасибо большое. Значит, напомню, в гостях у нас Куршев Сергей, активист форума электротранспорт.ру, а вы занимаетесь тем, что покатушки устраиваете, да? В общем-то, покатушки. Единомышленники. Покатушки, да. И вообще, в принципе, слежу за новинками. Фанаты. Да, я действительно фанат темы. Когда выходит что-то новенькое, обязательно покупаю и пробую. Я понял. Ну, друзья, вообще классно, когда тебя гружают фанаты, потому что ты смотришь на человека, и у него глаза горят. Понятно, что ему это нравится. Вот побольше бы таких людей. На этом сегодня все. Сереж, спасибо тебе большое. Как обычно, через неделю увидимся. До свидания. Счастливо. Из меня падал все время.